Всем привет, дорогие друзья, с вами Владислав и я веду свой блог о жизни. Знаете, мне всего лишь 24 года, 25 будет в 2016 году, 24 января, грубо говоря, через пару месяцев. За свою недолгую, короткую жизнь я много повидал грустных историй и радостных. И вот об одной из этих историй я хотел бы вам сегодня поведать. Напрямую к этой истории я никак не отношусь. Как говорится, просто попал не в то время и не в тот час. Пару лет назад я лежал на лечении и при мне умер человек. Это был дедушка, ему было лет 70, может немножко за 70, ближе к 80. И он умер. Он умер на моих глазах. Его пытались реанимировать, спасти, делали массаж сердца, делали адреналин, но спасти его не получилось. Скорее всего, я этот момент буду помнить на протяжении всей своей жизни. Я не могу передать словами, как это тяжело наблюдать, когда уходит человек, когда человек умирает. Это страшно. Страшно, когда люди умирают и уходят. Я с этим дедушкой хорошо общался, болтал. Он мне рассказывал о своей жизни, я ему рассказывал о своей. Перед тем, как он умер, он мне рассказывал, как он любит своих внуков, как он любит своих детей. Причем, как мне показалось, дед был отличным человеком, хорошим. Да, вы будете правы, если вы напишете в комментариях, что за пару дней, за неделю человека узнать нельзя. И неизвестно, какие грехи человек совершал за свою жизнь. Тем более, когда человек уже более в взрослом состоянии, взрослом возрасте, когда человек прожил не маленькую жизнь, а 80 лет или 70 с лишним, это тоже, в принципе, немало. И за, грубо говоря, за 50 лет можно совершить много грехов. Мне кажется, мужик был поистине офигенен. Русский такой, чистый мужик. Добрый, сильный, любящий своих родных. Но страшнее даже не то, что я увидел, как человек умер, а страшнее было то, что мне пришлось смотреть его дочери в глаза, когда она меня спрашивала, говорил ли мой папа что-то перед своей смертью. Я не смог тогда подобрать никаких слов. Я просто махнул головой, что нет, ничего не говорил. Я был растерян. Я не мог сказать ни слова. Хоть этот человек мне не был близок, но я его уважал. Уважал за то, что он в своем преклонном возрасте, он боролся. Он боролся со своей болезнью. Он был настоящим мужиком, и он выдержал эту болезнь. Он отжил на этом свете и ушел, надеюсь, в более хорошее место, чем земля. Опять же, бесспорно, можно спорить много. Думать, хорошо там или нехорошо. В книгах описывают, что там прекрасная жизнь. Но мы этого не узнаем, пока мы там не побываем. Но есть такая песня, любовь повернулась ко мне задом. Я хочу вам пожелать, чтобы смерть к вам и ваши все проблемы, чтобы это все поворачивалось к вам задом. А счастье и здоровье, чтобы поворачивалось к вам лицом. С вами был Владислав. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Как всегда, желаю вам счастья, здоровья, всего хорошего вашим близким. Чаще улыбайтесь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok